Друзья, приветствую! Хочу показать достаточно популярный вариант, то есть русская партия и так называемый стаффордский гамбит, гамбит стаффорда тоже можно услышать и конь c6, то есть очень часто я смотрю начинают играть и на уровне моем, то есть 2500, 2700 и выше там, да? И на уровне до 2300, 2400 я видел, в тот же рапид, запросто на сайте лечеб встречается, то есть главная идея здесь черных, это быстрое развитие, слоны могут быстро в бой входить, за это они жертвуют пешку, чем-то похоже на вариант Алексея Широва, когда он играет конь c3 белыми, да, предлагая разменяться и потом вскрывается у слона, но здесь все-таки черными. И в последнее время я вот здесь, допустим, играл e5, сегодня специально движком разбирал, все-таки лучший ход это d3 на слон c5, идея очень быстро как-то контратаковать нас по пункту f2, то есть рокировку сделать здесь точно очень рано, ошибочно было бы, и ход слон e2 очень важен, потому что если пойти, допустим, слон g5, можно нарваться вот на такую красоту. Конь бьет g5, если забрать ферзя, то получаем мат в стиле легалида, взятие, далее шах, и слон g4 добили тремя легкими фигурами, даже без ферзя. Если же пойти ферзь e2, что более логично, то проигрываем все равно с другой стороны. Даже можно шахом вот так вот коня вернуть, но после король d8 выясняется, что белый король попадает в неприятности, причем не только угрожает ладья e8, при случае еще и ферзь c1, ферзь b2, после чего ладья может погибнуть, поэтому две угрозы у черных, f4 шаг и ферзь f6. Снова две угрозы, и сюда, и сюда, и вот здесь белый уже не в состоянии защититься, если ферзем отойти, просто съедим на b2. Если пойти король d1, то на b2 и съел. Если пойти конь c3, то забрал ферзя, поймав на очевидную связку. Так вот, чтобы всего этого избежать, тут у нас есть очень важный и надежный план. Не нужно никакие такие ходы идти, а просто берем поле g4 под контроль, куда черные хотят прыгнуть. Ну и партия может развиваться по-разному, то есть если пойти h5, подготавливая вторжение коня, в случае размена может быть еще линия h откроется, конечно, мы можем сыграть просто c3, на конь g4 не реагировать, не брать его, пойти вперед пешкой, пойти еще раз вперед пешкой. Ну и видно, слон на c5 и слон на e7 все-таки обладают разной немножко силой. Во-первых, ферзь никуда не выходит, во-вторых, слон уже нам не опасен, он нас не атакует. h3, конь d2, рокировка, ну и так далее. Сидим, спокойно играем, у нас лишняя пешка. На h5 можно брать, можно не брать, все-таки линия вскрывается. Я бы где-то в центре атаковал, пытался доразвить свои фигуры и выиграть уже на технике. Также там еще, конечно, есть все-таки место хода h5, такой наскок, как сразу конь g4, забрали ферзь h4, таким образом отыгрывают фигуру черные. Ферзь f3, можно и иначе как-то сыграть, то есть и ферзь d2 ход годится. Но ферзь f3 самый простой, слон g4, ферзь g3. Давай, говорит, меняться, да? На разменчик, пожалуйста. Ну и в случае размена, да, конечно, сдвоенные пешки иногда называют полпешки, но лучше играть с лишней пешкой. Энчпиль. У черных, правда, два слона, да? Ну, я не думаю, что они здесь обладают какой-то силой. То есть при случае мы, конечно, одного из слонов будем менять. Это у нас стандартная борьба, реакция на преимущество двух слонов у соперника. Надо разменять. Сопернику нужно сохранить два слона. Ну, у соперника тоже есть полпешки сдвоенные, да? Поэтому, друзья, вот так вот. Простой дебютик, если на вас так уже нападали, пересмотрев это видео, подвигав все-таки фигуры на шахматной доске и запомнив эти варианты, вы будете знать, как играть против этого опасного либо не опасного гамбита решать вам. Лайк, подписка. С меня новое видео. Всем спасибо, всем добра и хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok